нам для украшения нужны вот такие конфеты в середине шоколадная вот или вот такие конфетки это миндаль в шоколаде смотрите какие они по виду как маленькое яичко видите девочки если кто с украины будете искать конфеты смотрите вот такие конфеты доминик миндаль в шоколаде так что мы делаем значит я буду делать золотую серебряную краску для шоколадных яичек берем кандурин у меня золотой есть и серебряный яички будут серебряные и золотые сейчас вам покажу как разводить кандурин так берем водку 40 градусная водка совсем по чуть-чуть по кофейной ложечки теперь берем кандурин золотой и сюда раз так а сюда серебряный он у меня очень такой насыщенный кандурин и золотой серебряный так что я много не буду добавлять теперь смотрите друзья вот так вот делаем вот так вот получается вот такая золотая краска красивая и просто берем вот так вот и вот так покрываем яичко и получается вот такое красивое серебряное яичко вот смотрите все выкладываем сюда на пергамент очень быстро сохнут очень быстро буквально вот водка испаряется и все высыхает и 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 Друзья, ну что, посмотрите, какая красота получилась. Вот такие серебряно-золотые яйца. Здесь они у меня покрыты более серебром, с правой стороны. И сверху я сделала такие небольшие мазки золота. А здесь они были покрыты у меня золотом. Сделала небольшие мазки серебром. Кому понравилось, повторяйте. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Сегодня хочу показать вам, как приготовить мох. Он подойдет для украшения многих кулинарных изделий. Нам понадобится 1 яйцо, 15 граммов сахара. Это 1 столовая ложка. Высыпаю яйцо. Можно венчиком, можно миксером взбить. Теперь сюда буду добавлять 1 столовую ложку меда. По весу это будет 30 грамм. Теперь сюда нужно добавить пару капель зеленого красителя. У меня краситель гелевый, но можно добавлять и сухой. Все взбиваем. Теперь я беру 25 граммов муки и добавляю сюда 5 граммов разрыхлителя для теста. Вот так все размешиваем. Все, отправляю сюда. И хорошенько все смешиваем. Друзья, не обязательно взбивать миксером, потому что происходит сейчас реакция. Мед гасит разрыхлитель теста. И вот, смотрите, какая пышная, красивая масса получается. Очень красиво, зеленого цвета. Друзья, вот тесто и готово. Сейчас тесто разделю на эти три формочки. Все, ставим это тесто в микроволновку на 1 минуту на максимальную мощность. Теперь ставлю в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту. Смотрите, как на глазах там все растет. Все, друзья, минута прошла. Мой мох готов. Вынимаем и дадим полностью остыть. И смотрите, друзья, получается вот такая вот просто неземная красота. Сразу с формочек доставать нельзя, потому что он может деформироваться, помяться. Дам сейчас постоять до полного остывания, а потом извлеку из формочек. Теперь нужно сделать глазурь для пасочки. Глазурь я делаю на желатине, друзья. Она безопасная, она долго хранится, не трескается. При разрезании тоже она не тянется за ножом. Очень хорошая. Итак, для глазури понадобится 1 чайная ложка желатина. Желатин у меня быстрорастворимый. Сюда добавляю 2 столовые ложки воды. Все, пусть стоит, набухает желатин. Тем временем берем 180 граммов сахара. Добавляю в сахар 4 столовые ложки воды. Все, размешиваю и ставлю, друзья, на плиту, для того, чтобы сахар полностью растворился и сироп закипел. Значит, в сиропе не должно быть вообще сахара. Он должен полностью раствориться. Все, друзья, варим сироп. Должен полностью раствориться сахар. Друзья, у меня уже закипел сироп. Сахар полностью растворился. Теперь я сюда добавляю 1 столовую ложку лимонного сока. Можно выдавить с лимона. Можно взять вот такой вот в бутылочке. Все быстренько все размешиваем. И варим где-то в районе полминутки. Теперь в сироп добавляю желатин. Видите, он уже разбух полностью. Прошло буквально 5 минут. Это все очень быстро делается. Газурью готовлю это уже, наверное, лет 5-6. Вот как она только появилась на просторах интернета. Все, я ее сразу взяла на вооружение. И всегда теперь делаю эту глазурью. Она мне очень-очень нравится. Друзья, берем миксер и теперь взбиваем. Друзья, получается вот такая шикарная белоснежная глазурь. Единственный минус глазури. Нужно очень быстро намазывать пасочки. Когда вы ее делаете, у вас уже должны стоять все украшения на столе, которыми вы будете украшать свои пасочки. Потому что очень быстро она застывает. Друзья, вот такой красивый мох получился. Он уже полностью остыл. Ну, вынимать с формочек нужно вот так. Смотрите. Сейчас покажу. Вот так берем ножом, проходимся. И вот так вот. Такой нежный-нежный красивый бисквитик получился. Вот, смотрите, у меня стояло ровно минуту. Видите, насколько у меня мощная микроволновка. Больше, чем на минуту не ставьте. Потому что, ну, просто загорят. Будут коричневые. Вот такая, друзья, красота получилась. Смотрите. Вот такой мох. Прям, как натуральный мох. И даже, знаете, когда его трогаешь, он тоже напоминает настоящий мох. Так, друзья. Вот так разрываю. Очень вкусный, сладенький. Очень вкусный. Кстати, очень вкусный бисквит. Можно без красителя сделать такие бисквитики. Прослоить их любым кремом. И будет вам мини-тортик. И делается за минуту в микроволновке. Представляете, насколько это быстро. Но больше, чем на минуту не ставьте. Потому что, видите, вот. Начал даже поджариваться. Вот так вот. Друзья, вот такая красота получилась. Кому нравится, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много рецептов. Ну и с вами была Юля. И всем, друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok